Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Президент Арманак Абрамян вместе со своими боевыми товарищами почтил память Леонида Асгалдяна. 22 ноября в Степанакерт вернулось более 1400 человек. Азербайджан использовал спутник французского производства для наблюдения за территорией Арцаха. Есть множество нерешенных вопросов, пошинял Лаврова. Турция собирается отправить в Азербайджан больше боевиков. Журналист Линси Снелл, Ованес Лазарян, 285. 22 ноября президент Республики Западной Армении Арманак Абрамян с товарищами по оружию почтили память командующего основателя освободительной армии Героя Арцаха Леонида Асгалдяна. В этом году исполняется 78 лет со дня рождения легендарного полководца. Президент Арманак Абрамян сопровождали полковник Володя Аветисян, подполковник Арутюна Копян. Борцы за свободу посетили памятник Леониду Асгалдяну, расположенный на пересечении улиц Холинации Маштоца в Ереване. Российские миротворцы 22 ноября сопровождали очередную колонну автобусов, возвращающихся беженцев из Нагорного Карабаха. Как передает Арман Пресс, об этом сообщает Минобороны Российской Федерации. 34 автобуса из Еревана выехали в направление Степанакерта, перевезя в борцах более 1400 человек. Движение колонны сопровождалось патрульными группами российского миротворческого контингента и военной полиции. Безопасность передвижения автобусов, возвращающихся мирных жителей в свои дома, обеспечили российские военнослужащие. В войне, развязанной Азербайджаном, вооружения армянской страны Азербайджана, как отмечают эксперты, были несравнимы, как по количеству, так и по численности. Во время войны пятого поколения в Арцахе использовалось самое современное оборудование, в том числе ударно-разведывательные БПЛА, баллистические ракеты, сверхзвуковые истребители и многое другое. Факты об успехах во время войны были представлены сторонами в основном виде видеозаписей. Азербайджан с первых дней активно использовал БПЛА. Однако, использовавшаяся для разведки БПЛА была не единственной угрозой для наблюдения за территорией Арцаха и точного определения местоположения. В арсенале Азербайджана есть еще один инструмент для ведения разведки, получения точных координат и фотографирования. Это спутник. У Азербайджана есть три спутника, один из которых видит любое движение, как на наших позициях, так и в тылу. Первым азербайджанским спутником был Азерспейс-1, который был для разработан именно представление услуг радио и телевещания. Вторым стал спутник Азерспейс-2, работает с 2018 года, функции которого не отличаются от предыдущего. В 2014 году Азербайджан купил у Франции еще один спутник Спот-7, который позже был переименован в Азерскай, с помощью которого он контролировал территорию и определял необходимые цели. Есть еще вопросы, которые не решены, которые остаются открытыми. Как мы будем обеспечивать реализацию права жителей нескольких районов на возвращение? Кто будет обеспечивать безопасность наших соотечественников? И как это будет реализовано? Это, конечно, вопросы, которые находятся в нашей повестке дня. И мы должны обсудить и принять решение по этому поводу. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Ереване. В своем приветственном слове глава МИД РФ напрямую не затронул вопрос премьер-министра. Непонятно, какой ответ он был уже в обсуждениях. После встречи Никол Пашинян написал, что у них состоялся содержательный разговор с Сергеем Лавровым. Поднятый премьер-министром Армении вопрос касается населенных пунктов оккупированного Гадрудского района, Шуши и других районов Арцаха, оккупированных Баку. С другой стороны, вопросы, поднятые Пашинянам, глубоко затрагивают вопросы, связанные со статусом Арцаха. Россия воздерживается от комментариев по этому поводу. Вместо этого на статус активно намекают другие сопредседатели минской группы ОБСЕ США и Франция. Наемники, посланные в Азербайджан для ведения боевых действий в Нагорном Карабахе, еще не вернулись в Сирию. Более того, ходят слухи, что в этот регион двинутся новые партии боевиков, и их станет еще больше. Об этом написала на своей странице в Твиттере независимая американская журналистка Линдси Снелл, которая во время Второй Арцахской войны активно освещала отправку турецких наемников и боевиков в зону Нагорно-Карабахского конфликта. По ее словам, наемники в долгосрочной перспективе намерены остаться в Азербайджане для защиты некоторых точек совместно с турецкими базами. Ранний сирийский центр наблюдения за соблюдением прав человека выяснил, что количество наемников, отправленных Турцией в Азербайджан, достигло 4000 человек. Граф Иван Лазаревич Лазарев родился 23 ноября 1735 года. Новая Джульфа 24 октября 1801 года в Санкт-Петербурге. Один из богатейших людей Екатеринской эпохи. Придворный ювелир с 1764 года. Строитель Ропшинского дворца, владелец усадьбы Фрянова, инициатор возведения на Невском проспекте Армянской церкви Святой Екатерины. Представитель армянских Лазаревых. Вместе с духовным предводителем российских армян, князем архиепископом Йосифом Аргутинским Долгоруким, Лазарев принимал участие в разработке проектов воссоздания под покровительством России армянского царства. К советам Лазарева прислушивались особенно при решении вопроса восточной политике Аргутинский и Лазарев. Разработали проект населения армянами земель на Северном Кавказе и в Крыму, незадолго до этого присоединенных к Российской империи. Проект был в большей части одобрен и поддержан правительством. Лазарев содействовал пересечению в России тысяч армян и основанию городов Григория, Поль и Новая Нахичевань. Учредил многие благотворительные учебные заведения для детей-переселенцев. Переселение в Россию десятков тысяч армян, их обустройство, развитие, просвещение духовности и культурной среди переселенцев в значительной мере проводились по его инициативе и под его руководством. Последние годы жизни Лазарева были отмечены его щедрой широкой помощью многим армянским благотворительным заведениям, монастырям и обществам Астрахани. На Хачеване, на Дону, Григория Поля, Моздока, Кезляра, Тифлиса и других городов. Посольство Республики Армения в Российской Федерации занимает издание бывшего Лазаревского института. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию вероятность артамуитии. Паспуракан Еркеш. Паспуракан Еркеш. Телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром.